Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная подборка полезных советов и хитростей на все случаи жизни. Так что присаживайтесь поудобнее, погнали! Для обработки деревянной заготовки ее желательно хорошо зафиксировать. Если нет столярных или обычных тисков, я делаю это струбциной, прижимая заготовку к верстаку. Но при обработке небольших заготовок эта струбцина постоянно мешает и приходится ее часто переставлять. Так вот, есть очень простой способ фиксации, который позволит удобно работать. Для этого нам понадобится любая дощечка или фанерка, которая по толщине меньше нашей заготовки. Эту дощечку прижимаем струбциной, как на видео. А также потребуется еще одна струбцина, которой прижимаем фанерку. И получается довольно хорошо зафиксированная заготовка, при обработке которой не приходится переставлять струбцину с места на место. Следующая ситуация касается вот такого неприятного момента, как трещина в детали, которую теперь надо склеить. И чтобы сделать это более качественно, необходимо, чтобы клей попал на всю плоскость. Сделать это можно просто при помощи любой нитки или тонкой веревки, которую необходимо продеть в трещину и распределить клей внутри нее. Для следующей идеи возьмем простую ножовку. У меня установлено вот такой, простое двухстороннее полотно по металлу и по дереву, но подойдет любое. Снимаем полотно и переворачиваем крепление полотна так, чтобы точки крепления смотрели вниз. Теперь берем наждачную ленту или просто кусок наждачной бумаги и приклеиваем ее к полотну суперклеем, а лишнее потом отрезаем. Получилась вот такая удобная штука для шлифовки и удобно скруглять острые углы. И в принципе удобно работать. Смотрите продолжение в следующей серии. Для следующей простой самоделки возьмем пластиковую бутылку, в донышке которой наделаем небольших отверстий. Также еще два отверстия необходимо сделать сбоку бутылки. Далее режем бутылку чуть выше проделанных сбоку отверстий, так чтобы они остались с донышком. Нижнюю часть пока откладываем в сторону и поработаем с верхней частью бутылки. Нужно отрезать немного от края, оставив небольшой язычок. Теперь берем степлер и прибиваем через оставленный язычок горлышко к стене. А далее берем клубок ниток и готово. Получился удобный держатель и веревка или нитка теперь никуда не денется. Вернемся к нижней части нашей бутылки. В проделанное боковое отверстие продеваем и завязываем только что отрезанную веревку и идем на кухню. К раковине приклеиваем обычный пластиковый крючок и за него вешаем нашу самоделку. Теперь, выливая отходы не в раковину, а вот в такую штуку, не придется часто чистить раковину. Потому как все жидкое стекает через отверстие, а все что осталось в бутылке просто выкидываем в ведерко с пищевыми отходами. А как вы наливаете масло из большой емкости в маленькую, если нет лейки? Ведь пролить его проще простого. Есть очень простой древний способ. Наливать по какому-либо предмету, вставленному в маленькую емкость. Например, в моем случае по сверлу. Масло отлично стекает и никуда не капает. Олейка теперь не понадобится. Для следующей самоделки понадобится вот такой налобный фонарик. В крепление которого надо сделать несколько отверстий. Теперь берем сварочную маску. Прикладываем к ней фонарик, размечаем, сверлим и фиксируем на винтики. Готово. Теперь будет удобно работать в темное время суток. И подсвечивать место сварки фонариком. Нужна такая модернизированная маска не часто. Но лично мне несколько раз приходилось что-то варить. Когда на улице уже стемнело. Переноски с лампочкой под рукой не было. А работу не хотелось переносить на следующий день. И мне приходилось подсвечивать телефоном, что крайне неудобно. Друзья, вот такие советы и простые самоделки я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вы для себя нашли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки. И в комментариях напишите, что понравилось больше. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.